Медную трубку Медную трубу присоединяют ко втулке Лампы нагрева плавят припой, который протекает в стыке и приклеивает трубу к втулке К трубе приклеивают также край с резьбой Теперь телега подвозит краны под полировочный аппарат, где их натирают до зеркального блеска Следующий шлифующий аппарат делает поверхность матовой Затем будущие краны опускают в кислотный раствор, разбавленный раствором никеля С помощью электрического тока раствор никеля превращается в тонкое медное покрытие, которое покрывает трубки равномерно Трубки для крана и другие детали помещают в специальную камеру Внутри нее вспышками включается электрический свет по спирали вокруг циркониевого прута Таким образом цирконий распыляется Пары циркония смешиваются с газами, которые попадают в камеру и оседают на кранах Это последняя отделка крана Остальные части крана подвергаются такой же обработке В это же время от медной трубы отрезают ровные кольца Разнообразные машины придают медным трубкам форму крана Здесь будет шаровой клапан, с помощью которого можно будет регулировать температуру и напор воды В других концах трубки еще нужно проделать отверстия Разные аппараты прорезают круглые отверстия, через которые будет проходить вода Остатки меди потом используют заново Из этого цельного куска меди сделали центральную часть крана Корпус клапана Теперь, когда присоединены основные детали, кран прикрепляют к опорной плите Именно эта плита крепит кран к раковине Кран прикрепляют винтами сзади Следующим этапом автомат прикрепляет половинку стального шара к аппарату Который выравнивает ее, чтобы затем присоединить ко второй половинке Отверстие в шаре соответствует переключателям холодной и горячей воды И регулирует напор Теперь кран оборудуется резиновыми прокладками у каждого отверстия Они образуют перемычки и позволяют крану вращаться Внутрь помещают шаровой клапан И накрывают его резиновой прокладкой Завершает все аэратор, который завинчивают пневматическим аппаратом Металлическую трубу присоединяют к крану и закрепляют крышкой Теперь кран нужно проверить Его прикрепляют к проточной воде и смотрят, все ли работает В завершении к крану присоединяют ручку и отправляют на склад